Зайцев Ньюс. Музыкальные и развлекательные новости. Зовут меня Кристина Брахман. Пообсуждаем, что в мире шоу-бизнеса происходит. Новости, собранные со всего мира и света. Про звезд, про артистов, про какие-то интересные ситуации. Мы ни в коем случае не сплетничаем. Мы лишь держим вас в курсе событий. Чтобы узнать все музыкальные новости, заходи на сайт news.zaycev.net и будь в курсе всех событий. Я рекомендую сделать это прямо сейчас. Заходить, слушать, комментировать и читать то, что я недорассказала. Также вы можете передать свои приветы близким людям. Если выберете в меню подкаста, увидите там окошечко «Передать привет» или «Предложить тему для подкаста». И то, и другое вы можете сделать непременно. Ну и, конечно же, на нашем сайте для вас, дорогие друзья, есть музыкальные сборники, которые вы также можете послушать. Например, фоном есть такой сборник. Есть ретро-хит, современная инди-музыка имеется, спокойная музыка. Также есть сказки для вас, дорогие друзья, для ваших детей. Слушайте рекомендуемые популярные треки, которые имеются у нас на «Зайцев.нет». Сборники на любой вкус и цвет, жанры для всех подходящие. Ну а прямо сейчас, что же у нас в мире шоу-бизнеса происходит, давайте будем узнавать. Зайцев Ньюз. Музыкальные и развлекательные новости. Ариана Гранде станет звездой ивента «Разлом Тура» в кросс-платформенной игре «Фортуна». Официальный тизер событий опубликован на YouTube-канале «Королевской битвы». А свой анонс сделала и Ариана Гранде в Инстаграм. Подобные ивенты такие проводили в онлайн-экшене уже несколько раз. До этого масштабные виртуальные выступления организовывали диджей Маршмелло, рэпер Трэвис Скотт и так далее. Первый концерт Арианы Гранде пройдет 7 августа, после чего шоу-программа будет повторяться еще четыре раза вплоть до 9 августа. А вот полное расписание выступлений можно найти в самой игре. А другие подробности разработчик обещает обнародовать на этой неделе. Ранее в «Фортуне» появились специальные миссии в честь разлом тура, за прохождение которых пользователи могут получать особые какие-то награды. Кстати, в дополнение к игровому скину певицы также «Фортуна» выпустят другие предметы, вдохновленные именно Арианой Гранде. Они появятся во внутриигровом магазине уже 5 августа. Среди них пока засветился вот такой вот поросенок-рюкзак. Если вы хотите посмотреть, как он выглядит, заходите на «Зайцев.нет» и смотрите. Напомним, что о создании своей собственной компьютерной игры ранее рассказывал фронтмен-группы «Imaging Dragons» Дэн Рейнольдс. Подробности есть у нас на зайцев.ньюз. Заходи, читай, пиши свое мнение по этому поводу. Зайцев.ньюз Музыкальные и развлекательные новости Дуа Липа. Еще одна красотка станцевала на посмертном балу Поп Смоки. Премьера клипа Поп Смоки и Дуа Липы состоялась. Его действие происходит в замке, где выпивают, закусывают, одеты в старинные костюмы гости. Очень атмосферно и шикарно. Они наблюдают, как светится картина с изображением Поп Смоки, а по залу летают голуби. И в завершении перед собравшимися выступают Дуа Липа, исполняя причудливый танец. Можете посмотреть, у нас на зайцев нет, любопытно и жутко атмосферно. Как мы сообщили ранее, трек «Де минор» вошел в второй посмертный альбом Поп Смоки. Его релиз состоялся еще 16 июля. На пластинке представлены 20 треков, в том числе совместные с Канью Эстом, Крисом Брауном и другими именитыми рэперами. 20-летний Поп Смоки трагически погиб в феврале 2020 года. Его первый посмертный альбом вышел в прошлом году. Что за альбом? Заходите на «Зайцев нет», смотрите, читайте и слушайте. А, кстати, ты слышал, что в честь Поп Смоки в Майами открылась памятная стена? Если не слышал, узнай это на зайцев.ньюс для вас. Наши журналисты написали классную статью, и мы вам ее рекомендуем прочитать и быть в курсе всех событий. Ну а по плану... Бритни Спирс. Дело Бритни Спирс дало толчок к созданию нового закона. А что вы думали? У меня два любимчика – Моргенштерн и Бритни Спирс. Так вот, поводом для обсуждения закона проекта послужило дело об опекунстве американской поп-звезды Бритни Спирс. Она считает, что отец-опекун злоупотребляет правами и сильно ограничивает ее свободу. И законопроект позволит опекаемому менять опекуна, не предоставляя доказательств принуждения или насилия с его стороны. То есть, захотел сменить опекуна, а просто сменил и все. Законопроект о прекращении злоупотребления опекунскими правами внесен в палату представителей Конгресса США. Об этом пишет лента.ру со ссылкой на The Guardian. Создателями законопроекта стали представители как демократов, так и республиканцев. Проект получил название «Закон об освобождении». Как мы писали ранее, 23 июня Бритни Спирс выступила в суде с просьбой освободить ее от опеки отца. Отметим, что знаменитость находится под опекой уже с 2008 года. Она странные видяхи. Фото сейчас выкладывают у себя в Инстаграм. Возможно, это форма протеста против опекунства. Возможно, это привлечение внимания. А может быть, просто она хочет показать, как она шикарно выглядит. Никто не знает, в чем там на самом деле дело, и вряд ли мы когда-нибудь узнаем. Но мы стараемся держать вас в курсе всех событий, чтобы вы знали, что в мире шоу-бизнеса происходит. Ну, а в самое ближайшее время я хочу рассказать вам о звездах, которые поют под фонограмму. Да, и это мы знаем. Наши журналисты потрудились. Ну, а я буквально через несколько секунд расскажу вам, открою, так скажем, тайну. Зайцев Ньюз. Музыкальные и развлекательные новости. Мне не сказано повезло. Я посещаю периодические концерты, ну, по крайней мере, до коронавирусной истории. Посещала, ходила, смотрела, и все передо мной пели вживую. Ну, мне кажется, потому что я в зале сидела. Ну, а прямо сейчас поговорим о звездах, которые поют под фанеру. Конечно, каждый артист живой человек, и провести концерт на одном дыхании может не любой, даже самый опытный музыкант. Поэтому многие исполнители прибегают к маленьким хитростям на выступлениях. И я решила вам рассказать о музыкантах, которые, значит, пользуются своим положением. В качестве разогрева хотим напомнить о фееричном падении Стаса Костюшкина. Если не помните, как это было, Станислав, мы ни в коем случае вас не хотим как-то обвинить в вашем непрофессионализме. Нет, просто, ну, правда, это бывает со всеми, все мы люди, но это было очень весело и феерично. Значит, Стас Костюшкин на Примадонну российской эстрады упал. Он увлекся эротическим танцем, что не удержался и свалился со сцены прямо на Аллу Борисовну. Однако песня продолжила свое звучание, и конфуз невероятный. Конечно же, Костюшкин в тот вечер выступал под фонограмму. Однако для кого-то использование фонограммы – отличный выход, чтобы провести незабываемое шоу для своих фанатов. Ведь чтобы показать запредельную хореографию, удерживать многотысячный зал в течение пары часов, и чтобы при этом голос не прерывался и не дрожал, почти – это нереально. Исключение составляет разве что Сергей Лазарев. И мне удалось побывать не так давно на его концерте. Он виртуозно сочетает вокальные партии, ритмичные движения и всегда поддерживает живые выступления. Одна зарубежная певица поговаривает, что это была Мадонна в молодости, вот такую штуку придумала. Перед выступлением приходила на сцену, где должна была петь, садилась на стул и записывала все песни полностью. Для чего? Чтобы уже на концерте при включении фонограммы звук не был идеальным, записанным в студии, а оказался живым здесь и сейчас. Еще есть две универсальные уловки певцов. Чтобы набрать сил между песнями, в фонограмме может быть записан припев, а вот куплет поет сам исполнитель. Это позволяет ему немного восстановить дыхание между плясками и пением. А есть те, кто включают фонограмму, но поет поверх нее и получается почти живое выступление. Ну вот, например, певица Бьянка немного переборщила с такими возможностями. Она пела под фонограмму в микрофон, постоянно прерывалась и выкрикивала отдельные слова песни на фоне четко записанной композиции. Это видео у нас также есть на «Зайцев нет». Нет, есть еще один любитель петь в дабл-хип-хоп, исполнитель Ган Вест. На одном из концертов он нисколько не стеснялся убирать от лица микрофон и ходил по сцене, периодически что-то выкрикивая. Как-то Григорию Лепсу задали вопрос о том, стоит ли зрителю, который пришел на концерт, платить за билет. Григорий Викторович ответил так. Это на усмотрение человека, который покупает билет. Ответ крайне однозначный. Ведь Лепс один из тех певцов, которые не гнушаются выступлениями под фонограмму. Смотреть можно у нас видео на «Зайцев нет» и оставить комментарий по этому поводу. Мэтры звукорежиссуры говорят, что на настройку звука для одной песни уходит приблизительно три часа. Если вы купили билет на музыкальную премию или фестиваль с большим количеством исполнителей, будьте уверены на 90%, что любимые артисты будут исполнять свои хиты просто открывая рот. Ведь невозможно отрегулировать звук под каждого за пять минут. Может, именно с этим связана демонстрация такая славы Марлоу на премии Муз-ТВ. Я тоже обратила внимание, когда смотрела, в которой продюсер и автор песен просто бросил микрофон и стал танцевать под свою фонограмму. Не знаю. Наверное, есть в этом какой-то смысл, какое-то оправдание. Кто-то считает, что Марлоу пытался показать весь абсурд-шоу, в котором все поют под фанеру. А может быть, это вызов и отказ от славы. Но, похоже, Артему, он же слава Марлоу, просто стало обидно, что он не победил ни в одной номинации. Вот как он прокомментировал свой поступок. А в какой-то момент стою на сцене, смотрю график и понимаю, что я ни в одной номинации не выиграл. И поэтому кинул микрофон. Крепись, Артем. Все артисты проходят через это. Не стоит обижаться. Будь мужчиной. А мы плавно переходим к более серьезному персонажу российской поп-музыки, королю отечественной эстрады Филиппу Киркорову. Вот кто не обижается и не стесняется, так это Филипп Бедросович. И он многократно исполнял свои хиты под фонограмму. Конечно, когда так много цветов поклонят, сложно одновременно принимать комплименты, да еще и петь. Напомним, еще в 2013 году в Государственной Думе Российской Федерации поднимался вопрос о запрете на фонограмму на концертах, либо о предупреждении зрителей на афишах и билетах об использовании звукозаписи. Политический деятель Евгений Тарло разработал проект закона о запрете фонограмм, в котором прописаны все штрафные санкции. Но вот уже 2021 год, а решение на этот счет так и не принято. В других странах дела обстоят, конечно же, иначе. Например, в Азербайджане использовать фанеру запрещали еще в 2001 году. А вот в Туркменистане с 2005 года запрещено выступление под фонограмму на культурных мероприятиях. В Китае фонограмма вообще вне закона. С 2008 года полагается штраф до 20 тысяч юаней и пожизненное лишение концертной лицензии за ее использование. В том же году Министерство культуры Молдовы также запретило звукозапись на официальных концертах, проводимых за государственные деньги. Белоруссия в 2008 году приняла закон, благодаря которому организаторы обязаны указывать на афишах и в рекламных роликах, если артист будет петь под фонограмму. А вот в Одессе, наоборот, на афише внизу пишут предупреждение от Минздрава, что концерт проводится без исполнения фонограммы. По словам итальянского певца Сона Паскаля, в Италии под фанеру вообще не поют. Ну а пока в России нет закона о запрете на фанеру, наш русский человек будет делать так, как удобно ему, либо организатору концертов. Как оказалось, иногда артист не имеет права голоса в этом вопросе. И либо он выполняет условия, делает так, как говорят организаторы концерта, либо не выступает вовсе. Ну и я еще раз хочу сказать, мне безумно повезло, потому что я бывала на концертах наших звезд российских, и везде мне повезло слышать действительно настоящий красивый звук. Да, были какие-то моменты, но на то он и живой концерт. Друзья, а для вас имеет значение, как поет исполнитель? Вживую или под фонограмму? Делитесь своим мнением в комментариях, а также читайте. На Зайцев нет эту статью полностью «Почем звезда?» она называется «Сколько стоят артисты в пандемию?» можете прочитать. Ну и, конечно же, узнать, кто еще из звезд любит петь под фонограмму, если для вас это имеет какое-то значение. Зовут меня Кристина Брахман, это все на день сегодняшний, мы услышимся обязательно завтра в том же месте, в тот же час, поговорим о новостях, о звездах. Возможно, кого-то поздравим с важными событиями, с праздниками. У нас также имеется новость про прекрасный клип «Розовый фламинго» Алена Сверидова. Если вы его еще не видели и не слушали песню, заходите на «Зайцев нет», бегом, и будьте в курсе событий. Классный клип, и история вообще просто бомбическая. Чтобы узнать все музыкальные новости, заходи на сайт news.zaycev.net. В сеть слили, кстати, голосовые сообщения Бритни Спирс. Заходи и слушай. Зайцев Ньюс. Музыкальные и развлекательные новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова